привет дорогие друзья рада приветствовать вас на новом формате моего видео вопрос-ответ поскольку пока у меня нет красивого фона поэтому придется выкручиваться своей же красотой в чем заключается эта тематика то есть чем заключается эти видео они будут выходить каждую субботу я думаю пока я решу насчет субботы будет типа топ вопросов так что-то вот типа вот такого я это вижу так сегодня тема исповедь блогера самое интимное интересное уже думаю ждете вопросов кстати вопросы можете накидывать вы мне в комментарии и я отвечу на них в следующий раз сделаю даже симпатическое видео обязательно назву того человека который задал вопрос если он хочет остаться инкогнито он может остаться инкогнито и задать мне вопросы любую социальную сеть социальные сети вот под этим видео все там где меня можно найти одноклассники контакты инстаграм и все 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 фейсбуке общем я жду ваших вопросов нашего общения ну а пока поговорим о том чем решила сегодня поговорить с вами кристина первый вопрос сколько часов в неделю ты тратишь на съемку и монтаж видео на съемку и монтаж на съемку на съемку наверно очень много времени тратишь потому что врезаешь кусочки то есть они все доносишь до людей двое-трое суток в неделю это много ну часами на часов 40 может быть где-то так ну смотри что я же говорю смотри какая неделя рыбная неделя попадется или не рыбная то есть повезет или не повезет это это же дело такое ну вот в общем где-то часов 30-40 думаю тратится на вот все все вот эту ерундистику блогеров позже такие блогер второй вопрос ты транжира или экономный человек хочу сказать что поража руку на сердце что я экономлю на себе а если в качестве кого-то это подарка кому-то подать или еще что-то я наверно транжира то есть тут два в одном эксклюзив я являюсь эксклюзивная девочка поэтому это знаете поэтому скорее всего вот что-то посередине на кого-то я могу потратить на себя не скромненько скромно себе так сказать ну наверное больше скользясь к тому что эконом начал потому что очень долго думаю перед тем чем что-то купить хотя бывают такие дни я шапоголик немножко тут я хочу что-то купить я понимаю что таблица что-то мне вещь потом не понадобится но я все равно эту вещь покупаю поэтому тут это второй вопрос для меня очень тяжелый третий вопрос когда тебе проще всего снимать когда тебе проще всего снимать ну если говорить со время суток это же конечно же день потому что это свет это освещение у меня хотя есть вспышка на телефоне но все равно мне этого недостаточно хочу больше шутка конечно наверное все таки день в каких обстоятельствах если был бы вопрос снимать то наверное когда нет людей потому что люди идут смотрят они меня этим отвлекают они меня этим по сути напрягают честно говорю я вам крайне редко говорю честно но говорю не шучу конечно то наверное если говорится про день то день если про обстоятельства то там не меньше людей но при этом я понимаю что там где большое скопление людей там будет что снять там можно что-то что-то четвертый вопрос что помогает тебе расслабиться перед камерой не ну было бы конечно логично ответить бокальчик вина но это не так перед камерой мне помогает расслабиться то что я уже к ней привыкла мне проще расслабиться перед чужой камера чем перед своей у меня в свое какой-то напряг честно говоря например идя по улице у меня бывает вы слышите в камере так эти подышки это не это не значит что мне тяжело уйти это не значит что колобок которому тяжело ходить все такое нет абсолютно нет у меня просто какая-то паника вот я иду сегодня вот снимаю ну неважно сегодня сегодня и ты идешь и вот снимаешь говоришь у тебя какая-то паника не знаю что помогает прям расслабиться ну наверно уверенность какая-то или пофигизм ты идешь там тебя смотрят и ты вот я такая классная иду снимаю на вас не обращаю внимание ну вот что-то такое конкретно это вопрос опять же я дуб дубом пятый вопрос мудрое изречение по которому ты хотела бы чтобы жил весь мир это опять же слово а не ворок тысячу раз бьют по ногам тысячу раз вставать идти дальше нет другого пути сейчас люди к сожалению такие хиленькие слабенькие в плане моральности сейчас больше мне кажется ранимых людей но youtube превращает с ранимых в неранимых поэтому тут такое поэтому скорее всего наверное вот это тысячу раз бьют по ногам тысячу раз вставать идти дальше нет другого пути ребята встаем бьют бьют пидых встал и пешой оттолкнул и никаком случае никакой агрессии вот я себе иногда позволяю на себя останавливать в этом смысле никакой не должно быть агрессии добро позитив радость здравствуйте шестой вопрос сколько времени ты тратишь каждый день на сборы ну смотря куда собираюсь если собираюсь ехать куда-то в дальнюю дорогу или куда-то идти в театр то это наверное ну минут сорок а если просто выйти прогуляться мне хватает 10-15 минут все так седьмой вопрос твое любимое видео на ютубе ой это очень тяжело сказать я могу сказать каждое видео там своего любимого блогера или серию видео например у Леши мне нравится вот почему-то изначально мне нравились не ну кто знает Лешу кто знает меня кто знает все у Леши например мне нравилось Алексей Март канал уже ладно буду называть буду пиарить что же делать мне нравится формат трансляций меня сразу это зацепило и естественно влоги и трансляции там любимое выбрать ну наверное последнее там где он мою посылочку разбирал там будет мое теперь любимое видео у Голи например мне нравится серия из Италии Грандинику Влог кто не знает подписывайтесь я думаю есть такие люди что я не знаю но это так всем на будущее там вот мне нравится из Италии у Эллы мне нравятся мотивашки это очень так захватывает особенно по дому там убирать все такое я такое не люблю у кого у Дианы и Леши естественно тоже влоги у сам Вэллы мне нравится видео могу сказать точно там ну все видео хорошие но видео там где он блин как же это называется экстренный выпуск вот это мое первое видео которое я запомнила ну конечно же много еще позитивных классных видео но это вы увидите все на его канале в общем про пиары во всех на свете кто так дальше восьмой вопрос ютуб блогер который на твой взгляд заслуживает больше подписчиков и просмотров чем он уже имеет ну естественно я знаю что этот блогер не поддавится на мое видео может ему кто скажет алексей марта я считаю что Леша достоин больше подписчиков больше с каждым днем чтобы у него росло я желаю искренне желаю без какой то там подковырки ну для меня на первом месте это Леша заслуживает потом уже конечно другие тех кого я вот выше перечислила не буду повторять дабы не злить своих хейтеров и так дальше девятый вопрос сколько времени занимает подготовка к видео ну если кулинарке то это может быть даже в день потому что там ты готовишь продукты покупаешь а если именно к съемке ну в зависимости от видео в зависимости от формата видео то есть могу записать видео за пять минут иногда приходится это полчаса там час то есть это в зависимости от формата видео и последний вопрос вопрос 10 чем ты больше всего гордишься в своей жизни в своей жизни я горжусь наверное своими родителями и своими друзьями конечно же это все в принципе чем я горжусь в своей жизни не ютуб каналам некоторые говорят так вот это у тебя же ютуб канал ты такая классная должна этим гордиться ютуб канал пройдет ютуба когда-то не будет я к этому абсолютно готова все у нас в жизни заканчивается родные и близкие друзья всегда будут со мной это громко сказано всегда но в общем вы поняли что я горжусь своими родителями и своими друзьями у меня их не так много они у меня самые лучшие и самые классные их очень очень люблю и желаю вам ими же тоже гордиться ну своими же конечно хотя мужики моими тоже спасибо большое что посмотрели это видео до конца поставьте лайк колокольчик подписку что поставить в общем ставьте мне все и комментарии тоже я буду радовать видеть вас на своем канале заходите почаще и вы увидите много 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 интересного до скорых встреч до скорых встреч до свидания до свидания до свидания